Друзья, в очередной раз убедился, маразм наше всё, хотите посмеяться, ректор высшей школы экономики вместе с Кудрином нашли, наконец, причину бедности в России, вот эта вот тотальная беда сегодняшней России, они нашли причину, никогда не догадайтесь, в чём она. Это дети и это школы, то есть дети, которые в школах плохо учились, именно они в будущем делают всю страну бедной. То есть он плохо учится, получает там двойки, тройки по некоторым предметам, затем, разумеется, у него образуется пробел, как сказал оратор, затем этот ребёнок приходит куда-то в ВУЗ, куда-то в колледж, может быть, куда-то в профтехучилище, понятно, что у него уже образовался какой-то вакуум в знаниях, он недополучает ещё какие-то знания, выходит в конце концов уже во взрослую жизнь таким недоучкой, ну и, конечно, КПД от деятельности такого человека, да, для экономики страны разрушителен, он нулевой, соответственно, вот такие люди и делают нашу страну бедной. Честное слово, вот большего бреда я не слышал. Ну, хотя бы потому, что не секрет, да, действительно, у некоторых детей таких процентов в 20-30, ну, не лежит душа к учёбе, особенно там к определённым предметам, там физика, химия, математика, да, и там ставят тройки просто из жалости, но давайте будем честными, ведь не всем быть управленцами, не всем там быть учёными, не всем быть математиками, физиками, может быть, у человека есть какие-то другие таланты, может быть, он талантливый там токарь в будущем, талантливый слесарь, может быть, он талантливый повар, может быть, он талантливый там, я не знаю, агроном, на кой ляд ему эта физика, Какая разница, какие оценки в школе ему ставили по математике, он агроном талантливый, он, может быть, дальше будет выращивать какие-то супер-пупер сельхозкультуры по какой-то супер-пупер технологии, накормит не только нашу страну, но и весь мир. Как это может быть взаимосвязано? К чему есть этот джаз? И примеров масса дореволюционная Россия, 80% граждан были не просто необразованными, они были безграмотными, ничего это не помешало стране занимать верхние строчки в мировом рейтинге экономики, в Советском Союзе не так много было людей с высшим образованием, и ничего, экономика страны развивалась, вы создаете совхозы, вы отстроите заводы, вот это всё сделаете, а потом жалуетесь, и не бред, не сети, хотя тут же стало понятно, к чему они вели в конце концов, оказывается, они изобрели какой-то искусственный интеллект, такой помощник учителю, который будет разъяснять вот этим детям раздолбаем, какие-то недопонятые вещи, ну, понятно, за чей счёт этот банкет, ясно, да, кто будет за это платить, куда будет это устанавливать, ну, собственно, замечательно, хорошего дня!